Дамы и господа, всем привет! В центре Сакраменто, а именно в Кармайкле, рядом Firebird, жар-птица, оказывается, находится интересный салон. И на меня вышел хозяин этого магазина и сказал, давай что-то предложим иммигрантам. Я сказал, ну давай. Так, друзья, познакомимся с владельцем салона, и ни одного салона, Геннадий, как ваша фамилия? Горборук. Салон называется? Золотые руки. Золотые руки. Мы хотим узнать, что за золотые руки, что за салон. То есть вот у нас такой салон, ну вот, и там тоже захват. 2300 square feet, очень большой салон. Вот у нас такое зал ожидания, с телевизорами, сансиней. Здесь у нас 12 stations парикмахерских. Здесь, кстати, в рент мы сдаем тоже. То есть человек, тот, кто отучился, у него ласкет есть, может у вас сдавать. Да, конечно. У нас очень хорошие мастера, вот знаменитый наш Георгий. Георгий, здравствуйте. Георгий, здравствуйте. Личка у нас есть и так далее. Ну, не все сегодня пришли еще. То есть обычно... Да, еще раннее утро только. Да, еще раннее утро. У нас есть кабинеты, комнаты, где мы делаем чистку лица. Удаляем нежелательные волосы с помощью горячей бакси. А чья это работа, граффити? Граффити, ну это мы заказывали человека. Это airbrush, да. Я так, что я нашел, и более, и правил, и кумбат. Дерем без век. А вы же отмассаживали или... Да. Что вы из-за телевизора? Я лично делаю все. Вот. Поэтому я лично делаю все. Но особая моя специализация это укладки на длинные волосы. Свадебные прически, или всевозможные вечерние, всевозможные креативные и так далее. То есть... Как бы мне больше всего нравится. Люблю, если серьезная работа. Не просто там extensions добавить, знаете. А если ты сделал с натуральных волос человеческих, что-то такое интересное. Вот это важно, конечно. А не просто заготовки добавляют. То есть вас заказывают в основном невесты. Это ваша любимая работа. Ну, невесты, также всевозможные фашин-шоу. Все, что подиума связаны и так далее. Окей. Тоже вот это все заказывают. Бывает, что на лимузинах привозят этих моделей сюда, подъезжают. Мы их тут делаем, уезжают, типа там. Круто, круто. Янати, скажите, как все началось? Вы в Штаты приехали как давно? Я в Штаты приехал в 2000-ом или в 2001-ом. Как-то в том году в конце я задумался, так и не понял, в какой я приехал. Я думал 2000-2000 всегда. То есть 18 лет уже в Штатах? Да, 18 лет в Штатах. А откуда вы приехали? Я с Белоруссии, с Бреста. С Бреста, это самый запад, да? Да, прямо на границе с Польшей. Окей, а по какой визе или в статусе? Я по учебной визе приехал сюда. Как это учебная? Студент? Да. В университете? Да. А вы здесь учились, да? В каком университете? Ну да, я здесь учился во Фрезене в университете, а потом я просто, поскольку я и там был парикмахером, то я же не могу чем-то другим заниматься. У меня даже образование оттуда есть, что я инженер машиностроения, диплом, все. Но занимались парикмахером? А у вас была своя студия там или салон? Да, у меня было три салона тоже. В Бресте? В Бресте. И когда вы уехали, вы продали, отдали, что произошло сейчас? Скорее отдал, я там оставил человека, исполняющего обязанности директора. Ну, конечно, если меня нету там годами, то она просто сказала, что салон не пошел и так далее. Потом открыла сама свой салон, якобы. С моими вещами всем. Ну, короче, конечно, трудно контролировать бизнес, если он другой, через океан, в стране и все такое. То есть вы предпринимателем уже были там? Много в нашей группе иммигрантов и сокровентов, люди задают вопросы. Я парикмахер, я умею делать то или другое. Но мы знаем, что в Калифорнии особо есть такое правило, нужно сдать на лайсенс, чтобы практиковать. Вы как быстро сдали и как начали практиковать? Ну, никто не сдает с первого раза. Первый раз я завалил, потому что английский у меня был никакой в то время. Это 2002 год, очень тяжело. То есть я без английского приехал вообще. Я даже вот пересекал когда границу, в аэропорту мне отсюда задавали какие-то вопросы на английском. Я то, что понял, там только paper, то я уже им вывалил все, что у меня есть, они уже выбрали, что им надо. То есть такой английский уровень, ну никакой совершенно. Поэтому очень тяжело. Но в любом случае надо все равно начинать, учиться сразу же. Для того, если у кого-то есть карьера все-таки как парикмахера, то в любом случае надо учиться. Общение нужно с клиентом и так далее. Ну, конечно, да. В итоге вы потом сдали на лайсенс и пошли к кому-то работать или сразу открыли свой салон? Я сразу свой открыл. Ну, то, что открыл. Я же без английского языка, не знаешь ничего, я просто купил готовый на кредитной карточке. Вот это, вот этот локейшн, сейчас он золотые руки салон, до этого салон Лилия назывался. Это самый первый салон славянский в городе Сакраменто. Его знают здесь все на Манзанита. И вы его купили, да? Ну, можно сказать, да. Просто уже поменялись там разные люди, разные хозяева этого салона были. Он уже по рукам как пошел. Я думаю, что уже остановится на мне я так. И у вас он уже сколько в вашем владении? Ну, данный момент это уже два года. Третий год пошел сейчас. То есть вы развивали свой бизнес достаточно. У вас есть в Даунтауне. Да, у нас в Даунтауне два салона тоже есть. А они тоже называются так или другого? Да, все одинаковые названия. То есть у вас сейчас три салона, как и в Беларуси было примерно? Ну, четыре. Есть еще один на Арденбэй. А, на Арденбэй? Это возле меня прям. А где именно? Арден и Дел Пасо. Ну, такой перекресток. То есть там клиенты в основном испаноговорящие? Черные испаноговорящие, да, такие. Ну, в принципе... А работают у вас там люди русские или испанцы? Черные. Вот, это круто. Я не боюсь говорить черные, я очень много с ними общаюсь. Даже вот вы видели, сейчас вот этот... Да, да, да. Я взял парень черный, он именно в Ардене, он там менеджер. Работа. Поэтому я... То, что люди боятся, там, черные не говорили и так далее. Я с ними сам общаюсь постоянно, поэтому мы с ними общаемся. Ну, это круто. То, что вы наняли азиатов, чернокожих, испанцев. Всякие разные, конечно. Кто хочет работать, кто открыт ко мне, то я открыт. Скажите в двух словах, как человек, новоприезжих эмигрант, как он может с вами работать, что ему для этого нужно, если он талантливый парикмахер, маникюрист, что ему нужно делать? Как ему начать с вами работать? Ну, пусть обращаются ко мне, я уже... Потому что у всех разные, так сказать, индивидуальные вещи, варианты, что у них там есть, чего нет, но с информацией, как получить лайсенс, я помогу с этим, потому что это самое главное. Может, у них уже все готово, часы на практику, на теорию, только осталось экзамен сдать, и они уже могут работать без проблем. А сколько лайсенс стоит, чтобы сдать? Не знаю, около 200 долларов, что-то такое. Его надо передавать каждый год? Нет. Нет, один раз сдаешь, это же государственный экзамен. Раз сдаешь, и на всю жизнь. Вот в цифрах заработка, сколько стандартный начинающий парикмахер может зарабатывать здесь, в Штатах, в Касакраменто, именно в Калифорнии? Ну, как для совсем начинающего, такого человека, поскольку надо, если ты начинающий, и у тебя нет клиентов, а клиентов надо где-то найти, поэтому их надо приманить. Это приманка дешевыми ценами, это номер один, конечно же, а потом уже своим талантом, это очень важно. Если ты хороший мастер, у тебя будут клиенты, это однозначно, ты можешь потом поднимать цены, и они все равно к тебе будут возвращаться и так далее. На моих глазах очень много приезжало новых мастеров, и если это шикарный мастер, то она без проблем начинала работать, либо он и с большим количеством клиентов, и они брали за покраски, это 150 долларов и так далее. То есть в день мастер, хороший мастер, даже среди наших славян и так далее, ну вот, хотя бы по минимуму три покраски, если где-то 120-140 долларов берешь, то ну 500-600, может 700 долларов в день можно зарабатывать. Это круто, окей, если он зарабатывает, давайте в среднем 500 долларов, или 400, давайте, чтобы консервативно. Заработал 400 долларов, сколько должен вам за аренду стула? Или как у вас работает? Да, 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 ну я, да, есть у меня люди некоторые, которые на комиссионных условиях, тоже я на выгодных для них иду. Процент, который им и мне, мы уже сами обговариваем, в зависимости от того, они используют свою продукцию, либо мою продукцию и так далее, от этого зависит процент. А так, я очень дешево сдаю, по 300 долларов всего лишь месяц с кресла, то есть этот человек может заработать за день, отбить этот ренд свой легко, и все становится себе на карман. Круто. И больше ни за что он не отвечает, никакие дополнительные биллы, или еще что-нибудь, потому что как хозяин, ты платишь много биллов. А вот тебе, Геннадий, выгодно, сколько здесь, у тебя 12 стульев, да? Ну, мне из-за того, что этот салон большой, то мне выгодно, конечно. Тут 12 стульев и плюс где-то около 10 комнат. А, то есть у каждого свои... Да, комнаты больше цены, у нас тут комнаты, конечно, 400 долларов, начиная, и выше. То есть и у тебя 4 салона, круто за сколько лет? По счет такой идет, да? Да, ну я сразу по счету, потому что у меня цифры говорят обо всем Ну в даунде у меня там немножко больше цены на комнаты А, в даунде понятно, там же другой контингент, другие люди Если не секрет, сколько твои цены стоят? Ну, на данном я уже давно держу Мужская стрижка 35, женская 45 Это низкие цены, ну так Чуть-чуть выше, чем это самое А для донтауна, да, там с 50 долларов можно Вот я о себе поговорю Я на самом деле считал всегда стрижка для себя Для моей жены, ладно, пусть она тратит 200 долларов, сколько она ходит Для себя я у китайцев стригу за 7,99 или за 6,99 Ну я им всегда даю, округляю цифру, чтобы просто они были счастливы Прикинь, 10 долларов А ты 35 берешь Убеди меня, почему мне надо Почему? Почему мне нужно идти к тебе, а не китайцам? Ну все очень просто, конечно Ну, китайцы это такое Чтоб мы все равно друзьями оставались Мне из-за этого, как хозяину салона Надо к ним иногда ходить Здрасте сказать Поэтому я тоже на дешевые цены хожу И я вижу, как они стригут Какое их отношение и все остальное То есть это, ну Если человек себя не уважает, то можно ходить к ним То есть ты мне это сказал прямо в лице Я шучу, нет Просто это с разных точек зрения совершенно С точки зрения, например, чистоты и дезинфекции Ничто не обрабатывается ими совершенно Те же самые пелерины Они что на тех людях, то и на вас И инструмент не обрабатывается И ей вообще наплевать, конечно Как вы будете выглядеть и все остальное Но они чаржат вас столько мало Чтобы вы не задавали им вопросы А вот там-то, 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 это, пятое, десятое Их это вообще не волнует уже Они все, там следующее Next, next, next Говоря о салоне золотые руки Геннадий Вы участвуете в нашей группе эмигранты Сакраменто Задаете вопросы Я вижу часто по автомобилям Видно у вас Скажите, что вы можете Я, моя любимая вещь Когда я говорю с бизнесами Местного города Я говорю, что От вас местные эмигранты Свежие приезжие эмигранты И вот предложите Что вы можете предложить в нашем жизни От меня вы можете поймите многое, конечно Но самое главное это информация Если честно, информация стоит Больше всего денег и времени Потому что, чтобы Какую-то информацию Взять Вот это надо отучиться Годами и много денег заплатить Если вы обратитесь ко мне Если кто-то хочет либо построить салон Либо еще что-нибудь То я это расскажу вам бесплатно Без проблем Круто Это очень важно Ну а если говорить о наших услугах Для вновь прибывших эмигрантов То я поговорил с нашими мастерами И они готовы предоставить и дискаунты И всевозможные, так сказать Промоушен Промоушен Да, пакеджи Такие вот для Приехавших Ну, например Да, например Если вы сделаете покраску у нас То стрижка будет бесплатно Либо если вы сделаете маникюр То педикюр будет бесплатно Ну, либо наоборот Вау То есть обычно это не практикуется Да? Ну да А можете сделать оценку Если стрижка женская Сколько отдельно стоит? У меня мастера другие стригут и дешевле чем я Конечно может быть оно 25-30 долларов Вот сейчас зашла девушка Да, я видел Да И мы ей сказали 25-30 долларов где-то стрижка Вот от среднего мастера может получить А твоя женская стрижка сколько? 45 То есть а покраска где-то 150-100 баксов, да? Ну, в зависимости от покраски длины волос Ну, начиная от 80 Если это в один цвет Покрасить голову То есть человек почти 50% может сэкономить, да? Да, ну это серьезная цена, конечно Это круто И плюс первый раз если человек приходит Это конечно же консультация Которая очень много А люди такие все ушлые у нас Все много тоже пытаются сами узнать и так далее Это очень хорошо Задают кучу вопросов Если мастер он открыт Для того чтобы все это сказать То люди начинают ухаживать за собой Даже минуя парикмахерскую Экономят громадные деньги Чтобы волосы все равно выглядели здоровыми, блестящими, шелковистыми и все остальное И правильно за ними ухаживать Потому что мы даже учим, я лично учу Я смотрю другие мастера, как уложить волосы Либо пока ты укладываешь Ты уже несколько вариантов укладки показываешь человеку С чем он может ходить каждый день Вот так вот она будет просто Тряханула головой и пошла Либо если ты поставишь три бигудины на голову Той же женщине или девушке Всего лишь три И уже укладка будет совершенно другая Это уже праздничная Круто Геннадий Скажите Как вы отозветесь о нашем городе? Да, если, говорите, для парикмахеров Например Я могу обратиться к парикмахерам Кто хочет быть парикмахером и так далее Может быть великим парикмахером, который берет деньги за стрижку Всего лишь это тысяча долларов Это голливудские цены, да? Это голливудские цены, да Такие тоже есть Парикмахеры могут стать миллионерами тоже просто Или, например, в Санта-Барбаре Я знаю, что пакетч вот такой вот Стрижка, покраска С укладкой для женщины Вот угадайте, сколько стоит? 600 Полторы тысячи А что? Почему? Вот такие цены там Там все дороже Но вот кто хочет на такой уровень выходить Переезжайте в Санта-Барбару Если кто хочет больше работать с моделями Подиумные варианты Либо индустрия Фэшн Ну кино Такие То это надо в Лос-Анджелес ездить В Нью-Йорк ехать Только так вы можете продвигаться дальше Если вы здесь застопоритесь То, конечно же Меня даже удивляет, что люди Некоторые работают И много лет уже работают Они никогда не участвуют ни в каких конкурсах Например, мастера То есть это удивительно А вы участвовали Я вижу ваши полторы Я много участвовал, да Я много выигрывал Проигрывал и так далее Но я участвовал И поэтому меня удивляет Что людям это как бы не интересно По цифрам А если работать в Сакраменто Сколько человек может зарабатывать Такой average Опытный, неопытный Средний парикмахер Сколько он может зарабатывать В месяц или в год? В Сакраменто? Ну мы посчитали Ну 300 в день Это точно Можно зарабатывать А, окей Это неплохо Ну конечно Это шикарно Это очень хорошая работа Мастер Очень хорошая работа Парикмахер Супер Окей, Геннадий Скажите пару слов Пожелания Всем зрителям Всем будущим парикмахерам Или просто будущим иммигрантам Пожелание такое Чтобы приходили Больше в парикмахерские Чтобы люди Ухаживали за собой Это очень-очень важно Чего вы на меня смотрите? Да я шучу Я всегда смотрю на людей На волосы И так далее Это как болезнь уже такая У парикмахеров Такой профессиональные Такие недостатки Или наоборот Достатки Но это пугает некоторых В любом случае Вот чтобы ухаживали за собою Потому что Это же очень-очень важно В плане том что Откуда вы приехали Иммигранты здесь Чтобы вы Ну не опускались До уровня В котором здесь Даже люди живут И все остальное А чтобы все равно Поддерживали себя В хорошей форме Это очень важно И полезно Тогда да С вами будут по-другому К вам относиться Вам легче будет Работу найти Вам легче будет Жениха Либо подругу найти И все остальное То есть ухаживайте за собой Если не хватает денег Все равно приходите Обращайтесь Я же вам говорю Какие-то консультации Все это бесплатно У нас есть мастера Которые дешевле делают Можно и дискаунты спрашивать Просите За спрос никто вас не бьет Просите И дано будет Конечно Но ухаживать за собой надо Обязательно Золотые слова Дорогие друзья Это был Геннадий Из салона Золотые руки Спасибо за подробную информацию Как работают салоны Как бизнес работает И Иммигранты дорогие Свежие иммигранты Не забывайте Приезжать Пользуйтесь всеми промоушенами Встретитесь бесплатно В маникюре Все что предлагает Геннадий И его салон Пользуйтесь пока Это промоушен есть Потому что Скоро Станете не свежими иммигрантами Тогда уже Да если проживете здесь уже 5 лет Вы уже будете местным попкорном Все Промоушен закончится для вас Поэтому только свежих Вот так мы поддерживаем И добро приветствуем Всех наших свежих иммигрантов А сегодня у нас встреча иммигрантов В арт-лубе Хорошая Спасибо Что вам нравится в его подходе? Легкость и вкус Легкость и вкус Здорово Спустя 40 минут Это по сравнению с китайцами 6 минут Геннадий замутил прическу Которая у меня подняла самооценку Поэтому друзья с вами уже не Илюша Карифан А Илья Карифан Шутка Я остаюсь таким же самым простым Но честно Я думаю у вас всех Когда вы становитесь Значительно красивее и лучше У вас в душе самооценка Спасибо тебе за прекрасную работу Ну ценно Рекомендую А если вы иммигрант Помните у вас есть Дискаунты Подарки Это был салон Золотые руки На Манзаните Возле ресторана Жар птиц Увидимся Приглашайтесь в гости И увидимся вскоре Субтитры сделал DimaTorzok